Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Вопросительное ухо-горло-носие». Это рубрика, где вы можете задавать любые вопросы касательно заболеваний ухо-горло и носа. К нам обратился мой тезка Владимир из города Москвы. Здравствуйте, доктор! Я очень часто летаю на самолетах и у меня во время перелетов очень сильно закладывает ухо, закладывает и сильно болит. Я специально ничего не капаю, никак не лечу. Посоветуйте, как мне правильно лечиться и как мне быть. Спасибо, Владимир, за вопрос. Конечно, ощущение заложенности в ухе во время перелета на самолете преследует нас всех. И на самом деле, чем дальше мы сидим в хвосте, тем заложенность будет сильнее. Недаром бизнес-класс сделали в самом начале самолета, прямо за пилотами. Там заложенности практически в ухе нет. Но не все имеют возможность летать бизнес-классом, а с заложенностью в ухе надо, конечно, бороться. Заложенность в ухе после перелетов называется аэроатит. Правильное название диагноза. Перед полетом на самолете у вас должны быть сосудосуживающие капли, которые вы возьмете на борт. И когда уже прозвучит «пристегните ремни», вы закапаете сосудосуживающие капли. Тем самым вы сократите слизистую носа, сократите слизистую носоглотки и выровняйте давление. Давление, которое попадает через наружный слуховой проход на барабанную перепонку и давление, которое будет создаваться уже во время полета. Обязательно возьмите с собой на борт жевательную резинку. И в идеале нужно жевать жевательную резинку в течение всего полета. Можно взять и капли в ухо обезболивающие и поставить их во время перелета. Но все было бы просто и легко, но причина наверняка более серьезная. Скорее всего, есть патология полости носа. Возможно, у вас истремленно перегородка носа и есть такой диагноз, как вазомоторный ремит. Поэтому, пожалуйста, приходите в клинику, мы точно поставим вам диагноз и расскажем, как лечиться. Дорогие друзья, в эфире была рубрика «Вопросительное ухо-горло-носие». Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. Все контакты вы видите на ваших экранах, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. С вами был доктор Зайцев. Субтитры подогнал «Симон»!